Пришли из гостиницы и едем в части. Теперь уже с мамой. А вот тут в Москве как с устрем. Вид сильно изменился. Потом прямо по улице и в страссе. Зачем сейчас? Улица Генрих, что ли? Нет. Я увидела другое название. Карл Маркс. Зачем? Зачем здесь? Как случится? Великий мост. Велосипеды дорогие. Как случится? В Берлина, в страссе. По нему иди. В нашей части. В полиции. Сюда дежурят машины. Проходим вдоль полиции. И опять видим мост. Который ведет. Куда? 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 Где я служил? Тридцать и отвезутся. Ха-ха-ха. Идем вдоль моста. Идем вдоль моста. Куда? Возвольте. Посмотришь, что ли? Да. Машины едут в сторону 16-го полтора. Стоит. Вот отсюда возьмите. Музыкальная школа. Вот эти да. Берегитесь? Вбоку. Ах-ха. Музыкальная школа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Августе Бебелли. Что это? Это улица. В одной туристической фирме. Вот это звание. Почему здесь звук такой? Не знаю. Вверх выходит улица. Августе Бебелли. Это яблони. Яблони так цветут. Яблони всех цветут. Просто божественная картина. Все с лепестками. Лепестками. Нам куда? На лево? Прямо. Прямо это туда, папа. Там подошли. Пошли? Пошли. 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 А где ты его? Значит пол седьмого, значит пол седьмого. И это шесточек. Пенсион. Вот этот не пенсионный. Это здесь. Такой вот аккуратненький весь. На верху дома тоже сдаются, да? Нет. И продолжаем наш путь. На подсеку рубежа. Две части остается километра. Посмотрите, у них это прямо, я видела, и кошечки, и еще фигурки разные. Это здесь, наверное, птицы вот живут. Когда-то по этому тротуару. На празднике. Город. Какое необычное дерево? На прогулке. Посмотри. Это тюрьмое дерево такое, да? Да. Цветает, как интересно. На горизонте виднеется командирский дом. Который сейчас отреставрирован. Тюрьмое дерево. Ямляется жильем, наверное, местным детям. Тюрьмое дерево Нормально. Нам такая блажь и не снится. А здесь у каждого. Вот единственная многоэтажная. Единственная, которую я люблю. Многоэтажный дом, что ли? Вот сейчас все повылюбишь. Слушай, вот Семенова, тетя Наташа, без волосы, нормально. У нас даже здесь было. Который вот? Семенов, наша знакомая, по России. Я уже знаю. Вы не знаете. Он заболел от гриппа, умер. Уже он ее в тюрьму прогрессируется. Он все живы здесь? Да, он все равно был. Командиром части. Почему здесь? Тут, знаешь, сколько этих частей? Я знаю, я был командиром части был. Они потом чемпионаты. Я не помню, но у меня его не было. Он был построен совсем недавно. Вот этот? Слева командирский дом. Который нам приходилось делать в качестве посылок. Объявление тревоги. Лес. Лес. Вот мне стало с вами через такой лес. Классно, пап. Слушайте, на курорте служил. Да не особо, Лёв. Это типа сталинские или этого. Род на водочку в школу водил. Я знаю. Возил или водил? Водил. Пешком? Пешком. Поднимаем середу моих фиксеров. Стратегически важный объект по дороге. Это у нас как дом культуры был, офицеров. Здесь фильмы показывали, там различные мероприятия проводились. А сейчас здесь какой-то молодежный центр. А сейчас тоже неплохо. Продолжение следует... Впереди. Впереди. Наш Дос. Осторожно. Дом офицеров сбоку. Стены разрисованы, графики. Мы сейчас вниз пойдем? Нет. Впереди препятствия. Но мы обойдем его стороной. Возраст не тот, чтобы штурмовать. Шерчушечку какие-то? Да. Я родному как сказал, он говорит, ну, сейчас я уже 36, у него уже свои дети. А, ну, она еще большая была, да? 7 лет. Это дорожка по верху. Вот как раз внизу говорят так, что танковый полк уничтожали. Вот отсюда, с этой вершины, а танковый полк шел внизу. У нас так рассказывают. Ну, значит, как он и был. Не чистят лес. Вы посмотри, как это... Нет, у них не чистят. Блин, было бы плохо. Вы сколько тут сучих сухих, водоежников. Здание, которое при мне, когда я служил, не было. А вот следующее здание, при мне его начали строить, и при мне и построили. И сканчат дороги. Вот такой небольшой дом, ну, комфортненький. Вот тот дом, который подальше, когда его строили, я всегда удивлялся. Как ни посмотришь, они никогда... Вроде не работают немцы. А дом на глазах растет и растет. А у нас в то время в России строили, когда в Союзе. Как ляп нашлепали. Нет. Вроде все работают, смотришь. А дом не растет. А тут дома, они буквально, я говорю, то ли за 9 месяцев построили. Нормально. Умеют, когда хотят. Нормально.